Здарова друзья, с момента как я купил PS4 прошло почти 2 месяца, это были очень веселые задротские будни, приставка в самом деле революционная, хотя на первый взгляд мне так не казалось. И собственно к чему я все клоню, я хочу поделиться своим накопленным впечатлением, коротко изложив по пунктикам, как я люблю это делать, что мне понравилось больше всего. Так что поехали! Для тех кто не в курсе, тусовка это альтернатива скайпу на PS4. Больше всего я ждал именно эту вещь, до этого момента я использовал скайп, который изрядно подвисал и во время разговора было слышно какой-то странный шум. В тусовке же связь с игроками настолько идеальная, насколько это можно себе представить. Главный козырь тусовки это то, что вы можете слышать собеседника и игру. И при этом программа автоматически выстраивает громкость на таком уровне, чтобы вы комфортно слышали обоих. То есть, иными словами, игра не будет своим шумом перекрывать звук собеседника, а собеседник не будет перекрикивать игру. Это просто фантастически. Также следует отметить стабильность. Она не глючит совершенно. Вот просто вообще не глючит. Никогда такого не было. Так что лично для меня скайп умер. Очень немаловажный фактор это то, что в тусовке может участвовать до 16 человек. И согласитесь, это весьма-весьма большое количество людей. Ну и естественно, ни о каких проблемах со связью речи идти даже и не может. Геймпад PS4 одновременно и шикарен, и ужасен. О том, чем же он ужасен, я расскажу обязательно в следующем видео, но не в этом. Он гораздо больше своего предшественника. Он полностью занимает ваши ладошки. Он стал стильнее, чего уж скрывать. И самое главное, он имеет разъем для наушников. Чтобы вы могли играть ночью и не болиться, пока мама спит. В PS3 единственные наушники, которые можно было использовать, так это работающие по блютузу и стоящие очень немалых денег. Очень немалых денег, поверьте мне, они стоили просто дохерищи. Тут же Sony пошли определенно себе в убыток, чем лишний раз вызвали мое восхищение, сделав 3,5 мм разъем для наушников. Сюда подходят абсолютно любые наушники, а если вы хотите использовать их для тусовки, то абсолютно любые с микрофоном. Я перепроверил почти десяток гарнитур, что у меня дома, и абсолютно все подошли. На самом деле, многозадачность частичная, но она все-таки уже присутствует. Наконец-таки я смогу свернуть игру и залезть, скажем, в интернет, и посмотреть прохождение какой-то игры. И мне не придется закрывать игру. Я могу зайти в Store, я могу зайти в настройки. Я что хочешь, короче, могу сделать, но вторую игру открыть я уже не смогу. А это уже обидно, потому что, на мой взгляд, консоли этого поколения с такими задачами справляться обязаны. Ооо, до чего же ужасная была клавиатура на консолях до PS4. Это касается что PS3, это касается что Xbox 360 и так далее. Печатать стрелками это просто мастурбация мозга, особенно когда тебе надо написать что-то длиннее, чем high, ok или go. Тут же встроенному в джойстик гироскопу, наконец-таки нашли правильное применение. Печатать можно, двигая джойстиком по воздуху, и слов нет, чтобы выразить, как это прекрасно. Что меня очень радует, так создатели совершенно не останавливаются на достигнутом. Они пытаются усовершенствовать эту систему и добавили сенсорный ввод. Это просто фантастически, мне это очень нравится, это очень удобно и просто респект. На мой взгляд, здесь слов не надо, смотрите сами. Это фантастика. Настолько быстрое время загрузки это яркий пример идеальной оптимизации игры из железа. В общем, то, чего никогда не будет на ПК. PS4 позволяет стримить игру, мгновенно делать скриншоты, и самое главное, она запоминает последние 15 минут игры, и к тому же записывает ваш голос поверх видео. Это чертовски здорово. Мало того, что это позволяет сэкономить до 300 баксов на оборудовании для захвата видео, поверьте, я его покупал, оно очень дорогое. Так, помимо всего прочего, это настолько просто, даже не верится, что это может быть настолько просто. Нажал одну кнопку и всё. Однако это достоинство породило тысячи амбициозных балбесов, засырающих Twitch и YouTube своими ужасающими летсплеями, и я определённо отношусь к их числу, а только вот от новости о скором выходе Майнкрафта на PS4 становится жутко. Но да ладно. Из самых крутых и запоминающихся я назвал пока что все консоль действительно имеет право называться Next Gen'ом. Другое дело, что всё то, что я увидел в ней, я мог увидеть года на 2-3 раньше. Отличий действительно много. Она гораздо лучше, она быстрее, она производительнее, но сложно её назвать достаточно инновационной для своего времени. Но в любом случае выбора у нас нет. А отдельные её мелочи вызывают самое искреннее восхищение, и она прекрасна. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч.